18 к 1803.07.2018, обновлено, 18-19-3 июля 2018 года 13336 Москва, РИЮ, РИА Новости Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов прокомментировал поправки в законопроект о регулировании деятельности в РФ СМИ, признанных иностранными агентами Отметив большое число нестыковых в новом проекте закон, Комитет Госдумы по информационной политике на заседании во вторник рекомендовал Нижней Палате принять во втором чтении проект закон о регулировании в РФ деятельности СМИ, признанных иноагентами Согласно поправкам, физические лица, распространяющие материалы СМИ иноагента и получающие финансирование из-за рубежа, могут получить статус иноагента По словам главы комитета Леонида Левина, если такое физическое лицо признается СМИ иноагентом, то оно должно будет зарегистрировать российское юридическое лицо и затем информировать Минюстов Новый законопроект никоим образом не исправляет ошибки ноябрьского закона, а, напротив, только усугубляет их Например, в статью 6 закона о СМИ предлагается вписать нормы, позволяющие признавать физических лиц иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента, если они отвечают ряду признаков, среди которых, юридическое лицо Как физическое лицо может быть юридическим лицом? Известно, видимо, только авторам законопроекта, и таких нелепиц в законопроекте множество Приводятся слова Федотова на сайте СПЧ Также он подчеркнул, что лучше сосредоточить внимание на проблеме обеспечения нормальных условий профессиональной деятельности российских журналистов, работающих в США Выбрав этот путь, они быстро, но крепко запутались в базовых понятиях отечественного законодательства СМИ и ОБНК Но, во-первых, СМИ – это формы периодического распространения массовой информации, а юридическим лицом может быть только организация, осуществляющая его производство и выпуск Иными словами, они перепутали объект и субъект права, создав юридическую коллизию наподобие короткого замыкания Во-вторых, под придуманные парламентариями определения подходят все сни всего мира, что лишает его всякого смысла, добавил Федотов Субтитры создавал DimaTorzok